Торговый центр Эльдорадо расположен на перекрестке Чебек-Джулу и Браимова. Стоимостью более 6,5 миллионов долларов США. Как выясненность принадлежал бывшему зампреду Южного филиала таможни Раймбеку Матраимову. И это один из объектов недвижимого имущества, изъятого у бывшего чиновника в качестве компенсации нанесенного ущерба. Доход государству. О полном возмещении Матраимовым 2 миллиардов сомов сегодня сообщил глава ГКНБ Камчебек Ташеев. Миллион 400 тысяч бывший таможенник оплатил наличными. Еще 600 миллионов имущества. Кроме торгового центра у него были изъяты 9 квартир. Самую большую из них, площадью более 200 квадратных метров, было решено передать одному из соцучреждений, какому именно пока неизвестно. Остальные жилплощади в Госкомитете нацбезопасности решили оставить для своих сотрудников в качестве вознаграждения за проделанный труд. Но уголовное дело в отношении Матраимова, по словам Ташеева, на этом далеко не завершено. По Матраимову дело теперь будет расследоваться его причастность к внешним связям, к контрабандным связям. То есть мы будем расследовать его имущество в других странах, в Дубае, в Америке, в Европе и других азиатских странах. Если они найдутся, если мы докажем, что он у него не имеет отношения к этому имуществу, естественно мы будем принимать меры. Ташеев также рассказал один из эпизодов, на основании которых был произведен подсчет, нанесенного Матраимовым ущерба государству, когда последний еще занимал свой пост на таможне. Мы спрашиваем, где вы эти деньги взяли? Они говорят, с каждой машиной, которая переходит границу Китай-Кыргызстан, они получали от 500 до 3000 долларов. За ее время работы мы посчитали, сколько машин должно пройтись, и каким-то образом ущерб оттуда тоже вышел. Он открыто рассказывал, да, он открыто рассказывал фамилии тех людей, с кем он это делал. Подводя итоги уходящего года, Ташеев для сравнения привел такую статистику. Если за 10 месяцев этого года в казну государства вернули лишь чуть более 110 миллионов сомов, незаконно нажитых чиновниками разного ранга, то за последние два месяца в бюджет страны удалось вернуть почти 3 миллиарда сомов. И в таких объемах Ташеев, начиная с января предстоящего года, пообещал возвращать каждый месяц. Глава ГКНБ предупредил, неприкасаемых нет. Сейчас проверяется каждый депутат и должностное лицо, на каких они разъезжают автомобилях, что имеют и в каких условиях живут. После сверки результатов наблюдений с данными деклараций и обнаружения несоответствий, спрошен об этом будет каждый, пообещал Ташеев. Декларация Джаслгамба, планированный дом, двухкомнатная хрущевка. В этой хрущевке будет жить он, этот судья. В никаких хоромах он не будет жить, которые стоят миллионы долларов. И этого я обеспечу. Как иллюстрацию этого, глава ведомства прокомментировал возбуждение уголовного дела против действующего представителя Верховного Суда Гульбары Калеевой, еще утром участвовавшей в заседании Совета Безопасности. По факту коррупции при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы местный суд, судебной системы Кыргызской республики и заключении фиктивного договора с одной из IT-компаний на разработку программного продукта задержаны руководители учреждения информационной технологии, атлет-сод при судебном департаменте переверховного судья, судья Кыргызской республики, Атликеева и руководитель IT-компании ВСО, Центр бизнес и инновации Задорожный. В ходе следствия установлен предварительный ущерб государству суммы 8 миллионов сон. Здесь конкретно есть причастны к данному преступлению председателя Верховного Суда. Жить по средствам Ташеев призвал не только чиновников, но и сотрудников собственного ведомства. Если чекист не может жить небогато, пусть увольняется и уходит в бизнес, сказал Ташеев и привел в качестве примера себя самого. Что касается внутренней политической ситуации, Ташеев предупредил, ведомство работает над тем, чтобы выборы не стали вновь причиной общественного кризиса. У нас все данные имеются, кто чем занимается, какой кандидат готовится к этому. Даже документируем. После выборов по отношению к кандидатам будем принимать меры. У нас есть конкретная информация, что некоторые кандидаты не ведут предвыборную кампанию, а ведут готовиться к дестабилизации ситуации после выборов. Мы этого, я очень надеюсь, не допустим, тем более наш народ этого не допустит. Прогнозируется, по его словам, и активизация деятельности спецслужб иностранных государств, направленная на дестабилизацию обстановки в стране через манипуляции общественным мнением. Он добавил, что сохраняется угроза безопасности со стороны международных террористических организаций. Однако каких-либо подробностей глава спецслужбы не привел, ссылаясь на секретность информации. Ботисев Турган Язов, НТС.